Привет, друзья! Все мы знаем, что пересекать сплошную линию разметки запрещено. Но накажут ли вас, если вы наехали на нее всего одним колесом, если даже не пересекли ее? Я изучил больше 40 судебных дел, где водители привлекались к ответственности за наезд на сплошную. И практически во всех делах водители признавались виновными, и им назначался штраф, либо лишение права на управление автомобилем. Для ДПС и судов не имеет никакого значения, выехали вы за сплошную или наехали на сплошную одним колесом. Но стоит отметить, что было пару дел, где водители выигрывали. Водителям удавалось выиграть, потому что сотрудники ДПС кое-как составили документы и допустили ошибки. Внесли исправление в протокол задним числом, составили поддельные схемы, да и вообще были дела, где срок привлечения к административной ответственности уже истек. Ссылку на это и другие подобные дела я размещу в описании в комментарии к этому видео. Если вам будет интересно, то зайдите и почитайте их. Поэтому, когда вы поворачиваете налево, обгоняете другой автомобиль, объезжаете на дорогу яму или упавшую ветку, то будьте всегда внимательны и не наезжайте на сплошную. А если в зоне видимости вы видите автомобиль ДПС, то, скорее всего, они знают про эту помеху на дороге. Либо, что поворот является неудобным и с высокой долей вероятностью вы наедете на сплошную линию. То мой вам совет. Остановитесь, включите аварийку, вооружитесь мобильным телефоном и пройдите к экипажу ДПС. И под запись потребуйте от них принять меры по устранению препятствий на дороге и выставить в знак объезда препятствия, чтобы каждый водитель мог беспрепятственно объезжать это препятствие. Ему за это ничего не было. Пускай сотрудники ДПС решают проблемы, не прячутся в кустах, как они частенько это делают. Ведь их основная задача – это именно профилактика правонарушения, а не выписывание штрафов водителя. Также снимите на видео, где они говорят вам, что вы можете объехать сплошную линию, так как проезд затруднен. И только после этого проезжайте сплошную и сотрудники ДПС уже к вам не пристанут. Кстати, интересен ваш водительский опыт. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сталкивались ли вы с подобного рода ситуациями в жизни. А если это видео было вам полезно, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.